Сегодняшнее занятие. Сейчас сначала ФИЗО, пробежка, потом турники, полоса препятствий, потом занятие тактикой, штурм здания, подход к штурму к зданию. Вопросы? Нет, нет. Разойдите. Не роняй. Оружие все в одну кучу сложить. Вот эти люди, это патриоты Украины, харьковьяны. Абсолютно разнообразные, от собственного бизнеса до работяг на заводах. В принципе, большинство ребят, которые сюда ходят, занимаются и участвуют во всяческих наших украинских подразделениях, ротах охраны и прочих при военкоматах подразделениях. Но на сегодня армия нас не сильно хочет тренировать. Ввиду чего, спасибо, собственно, как я сказал, Харьков-1 и громадской самообороне, которая организовала данные тренировки. Делать из них спецназ, конечно, никто не будет, но это нереально просто. Основная задача – это не погибнуть. Чтобы иметь минимальное представление о правилах ведения боя, о том, за какую сторону хвататься за автомат, куда бежать при случае, если человек попал под обстрел. То есть, самый минимальный, легкий ликбез, что называется. А вот на это я хочу посмотреть. Вытаскивай его. Давай. Не, надо заново толкнуть. Вперед, вперед, вперед. Нет возможности, допустим, идти в армию, но резервисты записаны. Хочу, если вдруг что, защищать свой город. Дело в том, что специалисты Харьков-1 дают достаточно такие уникальные компетенции по штурму зданиям. Это их полицейская работа, да, как спецподразделение. У нас такого нет. Мы раньше тренировались как армейское подразделение, вот, как группа разведки. То есть, в принципе, армейская самооборона тренируется уже на протяжении, ну, не знаю, года полтора-два. То есть, мы тренируемся, наши ребята добровольцами уходят в армию, и начинается следующий круг, и так далее, и так далее, и постоянно. Ну, хочешь мира готовься к войне, мы, никто этого не хочет, но если противник нападет на нашу страну, официально, да, мы не говорим о том, что война и так идет, то если они нападут, если россияне поедут Харьков, вот эти вот все люди, наши друзья, наши союзники, они все будут применять эти навыки для защиты своего города, своей родины, своей семьи. Как это не пафосно звучит, и так. Вы знаете, ну, это действительно не страйкбол, но большинство тактических, как бы, дисциплин абсолютно применимо, потому что страйкбол это и есть военная армия, тюрье, да, не дай бог, конечно, но здесь есть немножко другие нюансы. Самое главное, что здесь происходит, это слаживание коллектива. Это самая сложная задача подготовки любого армейского подразделения. Где-то отработали на четверочку, скажем так. Довольно неплохо, есть вопросы еще, надо еще работать. Ну, в общем, спасибо. Все молодцы.